Валерия Манджиева учится в восьмом классе и уже несколько лет увлекается цифровыми технологиями. Сейчас вместе со своим товарищем собирает разработанный ими модульный роботизированный комплекс для обслуживания магистральных труб. Именно с такой задачей школьники должны справиться в рамках финального этапа Олимпиады, умножая таланты. Надо решить проблему с нефтью, газом и гелоразведкой. Мы собираем комплекс, который будет ездить возле труб и просматривать их на наличие газа, непрорывовую трубу, а также на сильные дефекты труб в отдаленных местах. Это лишь одна из задач, которые решают финалисты Олимпиады. С такими сложными заданиями должны справиться участники турнира, ученики восьмых-одиннадцатых классов. Всего в программе три направления – нефтехимия, цифровые технологии и математическое моделирование. И ребята должны проявить себя в одном из них, проработав достаточно сложный проект, основанный на актуальных задачах нефтегазовой отрасли. Все кейсы разрабатывались совместно со специалистами компании «Газпромнефть» различных треков направлений. У нас это робототехника, беспилотные летательные аппараты, дополненная виртуальная реальность и цифровой инжиниринг. Все кейсы – это реальные задачи, которые прямо сейчас решаются на производстве. И основная задача ребят – предложить какие-то новые идеи, концепции того, что было бы интересно специалистам компании. На самом деле за пять дней реализовать концепцию решения, плюс еще и продемонстрировать это на макете – достаточно серьезная задача. И обычному рядовому школьнику это точно не под силу. Умножая таланты – ежегодный интеллектуальный турнир, который собирает самых умных и перспективных старшеклассников. Уже 9 лет проект реализуется благодаря программе социальных инвестиций «Родные города Газпромнефти». В этом году в финал прошли 76 человек. Победители получают 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в профильные вузы. Но для школьников важен опыт и знания, полученные на турнире. У нас, знаете, учат математики, просто математики. И люди не понимают, а зачем нужна математика, формула Пифагора, зачем она нужна. Не понимая этого, нормальный человек, он, в общем-то, и не захочет учиться. Здесь мы показываем, как эти знания действительно применяются и какие знания нужны для того, чтобы успешно решать реальные производственные задачи. За пять дней финальной части Олимпиады участникам нужно решить свои кейсы, подготовиться к защите. Но программа турнира составлена так, что кроме практической части есть и экскурсионная. Например, ребята смогли посетить планетарий номер один, научное подразделение «Газпромнефти» и университет ИТМО. Для участников был организован целый образовательный блок тренингов по публичным выступлениям, где они учились презентовать свои работы и в целом выступать на сцене. И такие знания необходимы участникам. Самое полезное – это простота выступления. Потому что мы подростки, и нам нужно говорить более просто. Простой речью, донести информацию, которую сложно донести даже иногда профессиональной этикой. Это довольно тяжело. И вот он, долгожданный день защиты своих проектов. Кейсы презентуют перед экспертным советом, который состоит из сотрудников «Газпромнефти» и специалистов в сфере математики, химии и цифровых технологий. На каждое выступление 6 минут для презентации и еще 3 минуты для ответов на вопросы. Я сначала достаточно сильно переживала. Затем, конечно, успокоилась. Началась защита. Вполне хорошо. Мы все рассказали. Я конкретно все рассказала. Мои сокомандники ответили на вопросы. И все. Отлично. Самые яркие и интересные проекты можно увидеть на стендовой презентации кейса, где как раз наглядно демонстрируют то, что сделали ребята за эти 5 дней. Расскажите нам, что у вас за проекты и как вы используете VR-очки. У нас проект, который подразумевает визуализацию подземных коммуникаций, в частности тех, к примеру, различных труб, газопроводов и нефтепроводов, которые, к сожалению, с поверхности не видно. И, соответственно, для этого мы используем VR-очки, чтобы накладывать изображение и 3D-модели этих коммуникаций на дополненную реальность. То, что сейчас у вас в очках, отображается там? По сути дела, да. Единственное, то, что отображается тут, у меня накладывается на реальные объекты. А здесь оно просто показывается как бы в виртуальной реальности. Я думаю, тут огромный спектр примерений. То есть буквально даже сантехники какие-то, строители, нефтяники, геологи. И вот все, кто угодно, могут это использовать, потому что это, ну, как минимум, удобно и наглядно. Среди участников в этом году и ребята из Нового порта. Со своим педагогом они приехали на турнир впервые. Ямальцы работали по направлению нефтехимии. Представляли кейс со сложным названием. Биотехнологическое получение структурообразователей для буровых растворов. У нас в Новопорту, в нашем селе есть, рядом Новопортовское месторождение. И это нас вдохновило пойти на такую работу. На защите все получилось. Мы сделали также лабораторную работу, теорию и оформили презентацию. Для них, конечно, это очень большое событие в жизни. Посмотреть большой город, познакомиться с ребятами, пообщаться, поработать в лабораториях, посмотреть различные учреждения и так далее. Да и просто поучаствовать в каком-то большом турнире. Для них это, ну, такой большой шанс, ну, так скажем, изменить свою жизнь. За 9-летнюю историю турнира в нем поучаствовали более 18 тысяч одаренных школьников. Многие из них уже стали студентами и успешно осваивают профессии, с которыми когда-то впервые познакомились на умножай таланты. Ребята признаются, что, общаясь с экспертами, начинают верить в собственные силы и заряжаются на профессиональные свершения. Интересного было очень много. Это и новый опыт, это и новое оборудование, которое я вообще никогда не видел. Я умудрился с ним поработать, его показать, представить. Новые знания, которые мы получили за эти 5 дней, это очень полезная и нужная информация. Очень много опыта получили, очень много впечатлений, эмоций, что нас возили, мы не только работали, но и возили нас, в принципе, по Питеру, показывали красоты этого города. Я, конечно, доволен, как мы поработали нашим результатом, ну, результатом нашей работы. А вот уже, насколько им будут довольны члены жюри, мы узнаем буквально скоро. В торжественной обстановке под бурные аплодисменты на сцену выходят победители. В каждой из трех номинаций призеров награждали в групповом и индивидуальном зачете. Эксперты вручали и специальные призы. Организаторы старались отметить как можно больше талантливых ребят. Я сообщила первым делом, конечно же, родителям, вот, очень сильно им благодарна. И мы рады вместе с командой, да, и, конечно, осознаю, это долгий путь, это долгая работа, это постоянная работа над собой, это самосовершенствование. И мне кажется, что все люди, которые сегодня вышли на эту сцену, они по-настоящему заслуживают этого. Сложный путь от отбора до награждения позади. Сейчас одаренные и талантливые школьники празднуют завершение Олимпиады. Уставшие, но довольные, они строят планы на будущее, в котором их ждет еще много побед и открытий.